Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 17-патронные и 15-патронные. Надо купить 27-патронные на всякий случай. Как вы знаете, стандартный ГЛОК это 17 патронов для ГЛОКа 17. А стандартный для ГЛОКа 18 33. Но ИТС делает 31, у них нет 33. Не знаю почему, но делают как делают. Я на эту тему возражать не буду. Единственное, что, конечно, барабан сюда не подойдет. Кстати, вот это правило на тему не больше 30. Чтобы они шли. А вот здесь не 30, здесь у меня 29. Кто мне что-то скажет, сколько у меня патронов, что будут мерить. Так что пусть идут в ту деревню, с которой приехали. Афганскую или африканскую. В общем, очень интересная вещь. Новая. Но уже поцарапанная. Потому что у меня в сейфе практически нет места. Честно говоря, не жалко. Вот с обцарапанной. Видите, вот такой. Здесь очень короткий ствол. Как разбирается? Разбирается он очень и очень аккуратно. Берем такую вот вещь. И, как и AR-15. Это практически AR-15. Вот видите, вот такая вот вещь. Я сейчас заметил, что меня не видно. Но это мы можем решить. Побрился я, побрился. Видите, вот здесь специальная шахта магазина. Под клоковские магазины. То есть вот берем магазин. Сюда его вставляем. С коротким проще, потому что просто место наставли меньше занимает. Данная секунда, но в стиле обязательно длинная. И вот клоковский магазин сидит в этой такой специальной шахте. Эта вещь специально сделана под девятку. Видите, какой здесь интересный вариант сброса магазина. Вот он работает, видите? То есть та же самая зацепка на магазине. Вот она. Снимать я все полностью не буду. Затвор тоже вынимать не буду. Здесь это не стандартный вариант. Не совсем стандартный. Просто желания до конца его разбирать у меня сейчас нет. Я хочу сначала из него пострелять. А уж потом посмотрим. Видите? Стандартный вариант, как у арки. Конечно, может быть, его имеет смысл почистить. Ну что, поставим его на затворную задержку. Вот, видите, эта кнопка стандартная, как у арки. Почему не хочу? У меня сейчас что-то с пальцем происходит. Видите? Какое-то там загрязнение. Потом меня распух. Больно им нажимать. Ничего, вылечился. Вот, видите, встал он на затворную задержку. В принципе, если бы тут был магазин... Видите? Все равно затвор не встанет. Вот если магазин сбросить, то встанет. Давайте посмотрим на УСМ, как он себя ведет. Кстати, УСМ здесь менять очень сложно. Это не стандартный вариант для арки. Это комплект специально построен для девятки. Одна из причин, почему я взял, не считая цены, недорогая вещь, сравнительно. 600 с небольшим долларов. Это то, что уже все построено под девятку, а не модифицировано под нее. Видите? Что здесь будет? Почему? А потому, что я поставил на предохранитель. Для тех, кто не заметил. Довольно-таки тугой спуск, честно вам скажу. Но не настолько. Вещь, в принципе, очень удобненькая. Вот он, видите? Я специально в своей верхней камере показываю. Я еще не придумал, что я на нее буду ставить с точки зрения оптики. Может быть, коллиматор. Может быть, однократный призм, который мне очень нравится. Может быть, вообще четырехкратненько поставлю. Вот, к примеру. Сейчас вот так вот поставим временно. И можно поставить сюда четырехкратный призматический прицел. Получается вот такая вот вещь. Весьма и весьма интересная. Мне нравится вообще-то, кстати. Ну, конечно, четырехкратник это далеко не для всех целей. Но учитывая, что у этого еще и подсветка есть. Это, кстати, тот же самый Уолтис, который мне посоветовал Андрей в свое время. И эта подсветка достаточно хорошо работает. Ну, четырехкратный или девятимиллиметровый просто так, наверное, все-таки перебор. Учитывая, что это пистолет, то много чего на него не поставишь. То есть, вертикальную рукоятку нельзя, но можно углу, так называем, под углом рукоятку, за которой нельзя вертикально держаться. Или невозможно держаться вертикально. Одна вещь, что я, наверное, все-таки заменю, это вот эта вот вещь. Это стандартная рукоятка, насколько я понимаю. Для R15 мне она просто не нравится. Так что надо бы посмотреть, что мне нравится из этого типа. И вот оно, его и поставлю. А так что посмотрим. Может быть, мне удастся даже такое снять в теле. Как это работает. На какую дистанцию взять. Так что это было очень краткое введение в Freedom Ordnance FX9 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 FX9